Благословили работников образования за их нелегкий труд. Владыка Лазарь на рождественские встречи пригласил педагогов не случайно. Он уверен, в их руках будущее России. Всех присутствующих священнослужитель поблагодарил за то, что они обучают детвору не только наукам, но и основам православной веры. Прежде всего на рождественские встречи пригласили начальников управлений городских и районных отделов образования. Людей, планирующих работу с подрастающим поколением, позвали, так как именно от них зависит будущее страны. Мы надеемся, что наступивший год благости Господней, 2016-й, принесет нашим учителям духовную радость, крепость здравия духовного и телесного, а и самое главное, поможет им быть добрыми наставниками для нашего подрастающего поколения. Для того, чтобы высокие моральные ценности укоренялись в умах молодежи вместе с общеобразовательными науками, в системе образования немало часов уделяется дополнительным мероприятиям. Это и конкурсы «Что, где, когда», и конкурсы на знания православия. Очень достаточно много. Могу сказать о том, что даже сегодня в Центре детского и юношеского творчества есть элементы изучения православия. В некоторых школах Симферополя основы православной культуры преподают наравне с прочими светскими науками. В образовательных учреждениях соответствующие учебники уже имеются. Преподаватели прошли обучение и получили сертификаты для преподавания в Институте усовершенствования учителей. Это светский курс, курс, который вводит в историю православия и связан непосредственно и с русской литературой, и с историей России. На рождественских встречах все поздравляли друг друга с Рождеством Христовым и желали Божьих благословений. Праздничную атмосферу создавал ансамбль «Петропавловская песня». Рождественские встречи еще не завершились. Владыка Лазарь на этой неделе намерен еще пообщаться с директорами и учителями крымских школ, чтобы благословить их на богоугодные дела в новом году. Дмитрий Попов, Андрей Трещук. Время новостей.